Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Часто снится мне мой дом родной Лес о чем-то, о своем мечтает Серая кукушка за рекой Сколько жить осталось мне, считает Серая кукушка за рекой Сколько жить осталось мне, считает Я прижался ласково к цветку Стебелек погульника примяты И звучат ленивые ку-ку Отмеряя жизни моей даты И звучат ленивые ку-ку Отмеряя жизни моей даты Снится мне опушка из цветов В детских снах забытая опушка Восемьдесят девяносто сто Что-то ты расщедрилась, кукушка Восемьдесят девяносто сто Что-то ты расщедрилась, кукушка Я тоскую по родной стране По ее рассветам и закатам На афганской высшенной земле Спят тревожно русские солдаты На афганской высшенной земле Спят тревожно русские солдаты Они тратят силы, не скупясь Им привычны холод и усталость Сил своих не копят прозапас Вы скажите, сколько им осталось Сил своих не копят прозапас Вы скажите, сколько им осталось Так что ты, кукушка, не спеши Мне дарить чужую долю чью-то У солдата вечность впереди Ты ее со старостью не путай У солдата вечность впереди Ты ее со старостью не путай ВОЕННОСТРАНСКИ Сегодня мы своим клубом Военно-сторитский клуб Патриоты приехали на аллею памяти ребятам-афганцам, которые погибли в годы этой войны. Ребята от нашего клуба ветеран Афганистана, от Петра Николаевича, скажем. Ну вот 25 числа был подписан указ Верховного Совета СССР о введении войск, и 27 числа уже были введены. Это вот сегодня исполняется уже 44 года, а на следующий год будет юбилей. Вот мы пришли сегодня ребят почтить память и возложить цветы. Царство им небесное, конечно. Воины-афганцы всегда для меня были примером. В свое время я не попал на эту войну, хотя рапорт был написан в 1986 году. Но, к сожалению, тем не менее я всегда гордился этими ребятами. И сейчас, слава Богу, смог выполнить свой долг на ИСВУ. У нашего клуба хорошая традиция. Мы каждый год посещаем в эту дату наших ребят, поминаем их. Они никогда не будут нами забыты. Мы всегда их помним, всегда чтим и помним их дела. Исследуем их примеру. 27 декабря – скорбная дата для советского народа. Много ребят пошло служить в Афганистан добровольцами по зову сердца, по приказу. Выполнили свой долг с честью. Кто-то вернулся на родину, кто-то остался там. Вечная память погибшим братьям. Светлая память погибшим афганцам и бойцам СВО, отдавших свою жизнь за нашу Родину. Герой, писал Алексей Толстой, – это живое воплощение всего, что есть у лучшего в человеке. А лучшее – это борьба за мощь, за изобилие, за счастье страны и народа. В России День Героев Отечества отмечается 9 декабря. Это праздник боевой славы и доблести русского солдата. Героев Российской Федерации чествуют в школах, гимназиях и лицеях города, где они рассказывают о подвигах своих товарищей, знакомят ребят с отечественной историей, участниками которой стали сами. Скажите, пожалуйста, в каком году вам прислали эту почетную награду? В 99-м году я служил в Калачевской бригаде под Волгоградом, которая находится в забое на высоте Чабан-Махи в Дагестане. Там был ли транслятор на горе Чабан, это кадарская зона Дагестана, откуда ваххабиты транслировали свои идеи на весь Дагестан. Они хотели, наверное, помнить историю, хотели, чтобы от моря до моря весь исламский мир был. Ну вот, хотели пропагандировать, чтобы весь Дагестан сколыхнулся и пошел. Дагестан сколыхнулся, но, к счастью, к нам он против ваххабизма пошел. Я был начальником разведки бригады на оперативном назначении. Была постоянная задача захватить высоту и этот транслятор уничтожить. Все видео, все документы, все собрать. Такая была задача. Мы забрали, уничтожили. Но спецоперация по уничтожению боевиков, которая должна была начаться утром, а мы к 6 утра должны были доложить. Мы доложили, что мы на высоте. Все, транслятор уничтожен и документы все собраны. Но так как опустились облака ниже горы, пошел дождик, то, на котором мы ходили, операция не началась, потому что вертолеты не взлетели. Ну, в общем, по-общему, погода, короче, подскочила. Мы остались одни, боевики. Поняли, что мы одни, начали штурмовать. Ну, вот, получился бой разведрота в течение где-то 4,5-5 часов. Отбивалось, боеприпасы заканчивались. Ну, к счастью, для нас рядом находился отряд «Русь» московский, которым командовал мой хороший знакомый, бывший мой даже подчиненный, Дедковский Юрий Иванович. Он услышал о нашей беде такой, доложил, что свою задачу сворачивает и идет на помощь к нам. Ну, они пришли, у них свежие боеприпасы, силы. В общем, отбили атаку боевиков, и мы уже просто сами уйти не могли, тогда было много раненых. Помогли нам вынести всех раненых, убитых вынесли. Вот за этот бой я в составе еще 3 человека получили звание Героя России. К сожалению, двое из них посмертно. Майор Бусурманов и Андрей Калякин, водители БТР. Друзья, ребята, я хочу, чтобы вы просто прочувствовали с этим моментом, потому что люди, которые сидящие на первом ряду, это необыкновенные люди. С некоторыми я встречалась, вы знаете, они очень скромные. И я не всегда видела их на крат, и не всегда знала, с какими людьми я общалась. А сейчас, когда я деля ордена, это икон остался. Это преклонение, наше преклонение перед вами. Вы те, на которых не просто надо равняться, а которыми гордится вся наша страна. В лице номер 76 имени Виктора Николаевича Полякова, в День Героев Отечества, почетные гости, ветераны боевых действий, награжденные орденами и медалями члены военно-исторического клуба «Патриоты». Концертом и теплыми аплодисментами приветствовали своих гостей, лицеисты и педагоги. Слава матери Рожде за таких сыновей. Будут новые подвиги. Есть пример для детей. Кудачкин Петр Николаевич. Военный лётчик первого класса. Ветеран боевых действий в Афганистане. Подполковь и директор музея «Патриоты». Тяжело прежде всего, что мне, конечно, пришлось побывать дважды в боевых действиях в Афганистане. Это 81-82 Кандагар и 84-85 Кабул. Ну а потом это Чернобыль, потом это землетрясение в Армении, вывод войск с Афганистана, космодром. Трёх космонавтов участвовал в запуске. Потом резня ферганская резня, когда межэтническая первая была. Это, конечно, ужас. И операция «Чёрный Мак», где, к сожалению, мы выполняли боевую задачу с Комитетом государственной безопасности. Уничтожение наркодейлеров в горах рядом с Афганистаном. И где три дня поработали, и на четвёртый день вертолёт был сбит на высоте 2800. К сожалению, с экипажа я один остался в живых. Светлая память моим ребятам. Всех с праздником. Всех, кто служил, кто защищал нашу Родину. В то время она была в СССР. Всех благ, успехов. Всего самого наилучшего. Ну и вечной памяти погибшим. Да, поздравляю всех героев России, кавалеров, орденов славы. Всех ребят, которые находятся в горячих точках, которые уже отслужили, в госпиталях, которые находятся на излечении. С таким замечательным, нужным праздником. Днём Героев Отечества. Вы этого заслужили. Поздравляю. Судьба героев, искренний и тёплый разговор надолго останутся в памяти участников встречи. В рамках проекта «Я горжусь героем» в Тольяттинском университете сервиса прошла встреча с руководителем военно-исторического клуба «Патриоты» Сергеем Степановичем Авакумовым. Я вот уже много лет мечтала уже лично познакомиться с Сергеем Степановичем. Я думаю, что многие, наверное, из вас знают уже или слышали, по крайней мере, эту фамилию, этот клуб военно-исторический «Патриоты». Кто-то, наверное, в музее Сахарова, реконструкции боевых сражений, кто-то, наверное, слышал, по крайней мере. Я просто пару слов хочу сказать о Сергее Степановиче. Ну, во-первых, то, что Сергей Степанович руководитель клуба «Патриоты», ещё раз это повторю, он его организовал уже как 10 лет. Вы занимаетесь большой военно-патриотической работой в городе. А, кстати, вот надо отметить, что сам Сергей Степанович мастер спорта по кистевой тяге «РФСР» и мастер спорта «СССР» по гиревому спорту. Можно похлопать. Раньше мы в клуб принимали с 18 лет, то есть сейчас мы принимаем уже с 17 лет, так, чтобы ребята могли подготовиться к клубе в армии. У нас здесь есть ребята, которые уже отслужили, с армии пришли, опять вернулись в свой клуб, буквально в этом году только трое вернулось. И я вам скажу про уровень подготовки. Они намного превышают тот уровень, кто. Ребята просто приходят с гражданки или с училищ, или... Ну, то есть не были профессионально подготовлены. Вот у нас крайний был Петя Чагадаев. И вот буквально через две недели после присяги он уже был командиром отделения. Представляете, уровень какой у него подготовки был. Вначале вот они приходят, такие глаза шальнее, бегают. Ну, потом он, Вася, помню, пришел, он вообще всего боялся. А все-то он орел, да, Вася? Так сложилось, что в новогодние праздники члены клуба «Патриоты» поздравляют с днем рождения своего хорошего друга, народного артиста России Владимира Новикова, который стоял у истоков создания клуба. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ